Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на текущую неделю. Мы оцениваем период с 19 по 25 августа 2024 года. Смотрим, что вас ожидает и какой событийный ряд в целом может отыграться. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, на получение информации. Уверена, что вы сможете для себя здесь найти зерно истины. Основные энергии, предостережения, а также рекомендации от карт. Что же у нас здесь? Итак, королева чаш, девятка чаш и восьмерка жезлов. У вас положительная позитивная неделя. Объясню почему. Потому что для кого-то это будет в первую очередь период творчества, реализация ваших намерений, воли и изъявления, то есть жить, творить, любить, что-то создавать. И причем по восьмерке жезлов вы можете это презентовать дистанционно или продавать дистанционно. Далее, для некоторых это или скрепление текущих союзов, или обретение нового знакомства. То есть с чувственной такой вот стороной вопроса. Потому что королева чаш и девятка чаш с восьмеркой жезлов это даже не просто страсть и влюбленность. Это в какой-то степени ситуация, когда человек вас взбудоражил. Это любовь с первого взгляда. Поэтому некоторых может отыграться именно в таком ключе. Еще у кого-то может, знаете, разыграться не то чтобы даже гастрономический вкус, а тот момент, когда вы хотите сами создавать, сами творить. Прошу прощения, садится голос. Может увлечься кулинарией, или если вы хорошо готовите, то вести свой блог и вещать людям, делиться этим с людьми, то есть вашими какими-то наработками и так далее. То есть это все будет идти в плюс, будет идти в позитиве. Оцениваем с вами вопросы личной жизни на эту неделю для тех, кто у нас свободен. По шестерке чаш, как правило, это вопросы прошлого, попытки или восстановления отношений с прошлого, то есть начать на ново. Или может быть несколько иная ситуация. То есть человек, который был в вашем круге общения вам как друг, ну может, знаете, как по отношению к вам проявляться по-новому. И дружеские отношения могут перерасти в личные. Если вы у нас в любовных треугольниках по аркану справедливость, это такой момент, когда вы захотите, чтобы ваш партнер или партнерша взяли на себя обязательства за ваш союз, за ваши отношения. Поэтому, например, если ваш партнер или партнерша не свободны, вы будете настаивать на бракоразводном процессе. Если вы состоите в формате, назову так, свободного союза, еще не определившихся, то есть вы свободны, ваш партнер свободен, то это будет все идти к тому, чтобы вы узаконили свои отношения официальным браком. Во всяком случае, по восьмерке жезлов будут вестись разговоры по этому поводу. Для тех, кто в стабильных связях, у вас здесь солнце, это радость, комфорт, процветание, это совместные поездки, это может быть даже подготовительные какие-то этапы к отпуску, потому что королева чаша, девятка чаш, это, знаете, как предвкушать по восьмерке жезлов поездку. То есть готовиться, что-то, может быть, собирать вещи, переводить себя в порядок и так далее. То есть это, знаете, такие положительные, приятные эмоции. Кстати, если вы длительный период были на расстоянии, это увидеться, это съехаться, это когда вы уже вместе, неразлучны. Поэтому солнце здесь указывает на полноту жизни и счастья. Оцениваем с вами ситуацию относительно вопросов работы, бизнеса и карьеры. Для тех, кто на данном этапе у нас не работает. По аркану дурак, смотрите, это найти себя, свою нишу. Это как новый старт, новая возможность, заинтересованность и ваша личная. И здесь наработка целевой аудитории. То есть те, кто будут рады тому, как вы презентуете свои труды, свои таланты. Если вы соискатель, верховная жрица. И верховная жрица, это, кстати, может быть обращение ваше к практику. Будь то астролог, торолог, нумеролог, не имеет значения. Человек, который вам подскажет путь или стезю вашей реализации. И это значительно облегчит вектор поиска работы. Но по этим картам самого трудоустройства на данный момент пока нет. Если вы наемный сотрудник, тройка жезлов. Для вас это на самом деле очень приятная, легкая, комфортная неделя. Это может быть та ситуация, когда ненавистные вам коллеги отдыхают, находятся в отпуске или отсутствуют. И у вас прям душа поет. Кстати, это могут быть также поездки и командировки, где вы совмещаете приятно с полезным. И работаете, и отдыхаете. Для тех, кто владеет собственным бизнесом. По Аркану Мир. Это масштабирование, это расширение. Для кого-то открытие новых филиалов. Некоторые из вас обретают новое партнерство. Плюс по Аркану Мир это заявить о себе новой целевой аудитории. То есть какая-то новая ниша. Новые сайты, новая стратегия. Может быть таргет, который вы будете использовать для продвижения ваших товаров и услуг. В любом случае это все то, что позволяет вам заявить о себе. По вопросам здоровья. Аркан влюбленные. На самом деле прекрасная карта. Единственное, о чем говорит в связке первой триады. Обращайте внимание здесь на соблюдение водного режима, водного баланса. И тут такой момент, чтобы вы не переборщили с алкоголем. Иначе это может привести к отекам и дополнительной нагрузке на почки. В особенности, если у кого-то есть камни, то по восьмерке жезлов это может быть такой некий воспалительный процесс. Так, предостережение от карт. Двойка чаш, десятка жезлов и колесница. На самом деле могут быть, но предостережение заключается в чем? Какие-то сложности в поездке. Например, задержка рейса или задержка на таможне. Или там тотальный досмотр ваших вещей или документов. Но ничто не испортит вам эти позитивные моменты. Потому что двойка чаш, это видите как единение. Это все равно преодолеть совместно все трудности и по колеснице двигаться вперед. Опять же, если это касается знакомств через интернет. Это могут быть сложности непонимания. То есть какой-то языковой барьер или разность менталитетов, которые будут вызывать какой-то диссонанс. Но в любом случае по аркану колесницы это активно развивать общение, коммуникацию и выстраивать отношения. По совету от карт. Здесь у нас ложится король жезлов. Но для мужчин это вы сами. То есть вы ставите себя на пьедестал в рамках этой недели. Прислушивайтесь к своим желаниям, целям, амбициям. Для девушек и женщин это могут быть советы, помощь, поддержка со стороны мужчины. Огненной стихии, овен, лев или стрелец. Активная коммуникация с ним. Ну а в целом, как характеристика текущей ситуации, это ставить для себя более высокую планку. Достижение идеи, цели или мечты. Ну и как следствие приложить максимум усилий, чтобы это реализовать. Смотрим неожиданность периода. Что здесь? Итак. Гроб, книга, развилка. Дно колоды карта лилии. Это новый подход к образованию. Это может быть возврат к образованию, если у вас это было на паузе. Или, допустим, вы получили одну ступень, у вас был бакалаврат, теперь вы продолжаете дальше. Идете, например, в магистратуру. Потому что обновить то, что давно закрыто. Выбрать для себя новый, как дополнительный, альтернативный путь. Карта лилии свидетельствует о том, что это способствует вашему духовному, личностному росту. И еще здесь как убрать стереотипы. Потому что гроб, книга, развилка – это как новый виток вашего мышления или новый взгляд на вещи. Потому что по книге открывается какая-то информация, которая меняет ваше сознание или подход к тем-либо иным моментам. Ну, в остальном же неделя потрясающая. Пусть так и будет. Так с вами и закроем этот расклад. А вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту отозвалась, отыгралась информация, какие перемены у вас произошли. Буду вам признательна за энергообмен. Если видео для вас было полезным, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч.